Минфин Пусть не все, даже их части, наверное, хватило бы на неотложные нужды Минфина. Для этого надо только решиться на введение непопулярных для наших либеральных финансистов-экономистов меры ограничить свободное выведение капитала из России. О ситуации с выведением капитала и о ее решении рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, доктор экономических наук Валентин Катасунов. Проблема активизма выводит все, что можно вывести. Выводит по разным каналам. По каналам официального движения капитала, по каналам полулегальным, которые отражаются в других статьях платежного баланса, и совсем нелегальных, то, что вообще не отражается в платежном балансе Российской Федерации. Цифры в легальной части все представлены в статистике Центрального банка. Например, всем известна цифра, что в прошлом 2014 году у нас чистый отток капитала составил 151,5 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за все время существования Российской Федерации. Но, представляется, только верхняя часть айсберга, то, что фиксируется в статистике Центрального банка. Кроме этого, конечно, физические лица в этом участвуют. Цифры впечатляют. Только физические лица перевели за год около 50 миллиардов долларов за рубеж, утверждает Валентин Катасунов. И это только официальные показатели. Информация есть. Вот она. Ею пользуется и компания Global Financial Integrity, составляя свои отчеты. Но Минфин будто не видит ее, не слышит предложения академика Глазьева. И сейчас вместо реальных эффективных мер по наполнению бюджета объявляют единственной мерой повышения пенсионного возраста. Но это все равно, что истекающему кровью больному вливать кровь, не остановив кровотечение. А может, надо попытаться вернуть назад выведенный капитал? Мало чего можно вернуть. Вопрос заключается в том, вместо того, чтобы заниматься законопроектами бесполезными насчет амнистии, репатриации, вместо этого приняли бы за 24 часа закон, который бы ограничил и запретил свободное выведение капитала из России. Так нет, этого не делают. Поэтому от внешней власти я ничего не жду. Россия является рекордсменом в размерах выведенного за рубеж капитала. Происходит это с тех пор, как у нас отменили ограничения на трансграничное движение капитала, уверен эксперт. В результате все, кому не лень, гонят все за пределы России. И физические, и юридические лица. Эксперт уверен, идет грабеж страны. И надо уже принимать срочные меры. По-моему, более актуальной проблемы нет. О чем еще можно говорить? Тут кричать надо, толковать бить надо. Чистый отток капитала составляет по отношению к валу внутреннему продукту процентов 10. Я посчитал за последние 10 лет только чистый отток капитала плюс выведенные инвестиционные доходы из России составили около 1 триллиона долларов. Ну как, это вам нравится? По-моему, тут не надо быть экономистом, чтобы понять, что идет грабеж страны. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».